Ведя кадры учебного заведения подобного формата, трудно представить, что оно находится в одном из отдаленных районов области Пахтачи. Сегодня свои двери распахнула специализированная школа при агентстве президентских образовательных учреждений. Учиться в этих стенах мечтают тысячи учащихся, но такую возможность получили лишь 348 юных пахтачийцев с 5 по 11 классы, сдав тесты и пройдя серьезный отбор. Об этом было сказано на торжественном открытии с участием официальных лиц Республики и области. Продолжение следует. 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 в которых возведены и оснащены по последнему слову техники, учебный корпус и общежития на 350 учащихся. В школе 20 учебных комнат, 3 лабораторных кабинета, просторный спортивный зал 16 на 30, актовый зал, оснащенный необходимым инвентарем и мебелью. Я раньше учился в пактачийской школе 30. Сдав экзамены, поступил сюда. У меня есть цель поступить в финансовый институт, стать хорошим специалистом и отправить своих родителей в хадж. Моя мама домохозяйка, папа работает в фермерском хозяйстве, брат и сестра учатся в высших учебных заведениях. Надо сказать, что если школьники прошли тщательный отбор, то по такому же принципу были отобраны 32 педагога. Все они прошли трехэтапный конкурс, после чего были приняты на работу. У восьми преподавателей высшая категория, десять имеют первую категорию. У двоих учителей по английскому языку сертификат IELTS, еще двое с уровнем SIVAN. Если немного вернуться в прошлое, то мной в 2007 году в Пахтачийском районе была открыта специализированная школа-интернат. Тогда о таких условиях мы могли лишь мечтать. Это небо и земля. Организация подобных учебных заведений в независимом Узбекистане – огромное счастье. В этой школе дети будут не только получать знания, но и научатся правильно питаться, заниматься спортом, получать дополнительные уроки. Родителям не нужно об этом думать, подстраивать свой семейный бюджет. Что касается учителей, то и они подобраны на конкурсной основе и будут стараться работать со всей душой. В сфере образования я проработала 40 лет и, видя сегодняшние перемены, бесконечно счастлива. Наряду с молодым поколением, продолжившим обучение в новой специализированной школе, радуются родители, бабушки и дедушки. Я очень рада, что мой внук поступил учиться в эту школу. Рада, что президент создал для этого все условия. Наши дети раньше ездили в Самарканд учиться в специализированных учреждениях. Поздравляю всех, поступивших в школу. Верю, что школьники станут достойными сынами и дочерьми нашей страны. Подобные школы призваны стать целостной системой по выявлению одаренных детей, их обучению и воспитанию с применением передовых технологий.